Уже Гайзера интересен формулировками. Вот вскрыли преступную группировку. Это уже термины какие солидные. Дело-то все в том, что любой губернатор не может воровать в одиночку. И вообще не может нарушать закон в одиночку. Он действует через конкретных людей. Так что, в принципе, если отправлять в отставку губернатора, всегда отправляются вместе с командой, но никогда до этого не выражались так пафосно. Преступная группировка, да еще международного уровня. А с чем это связано? А вот это и самое интересное. Я думаю, это связано с тем, что силовики чувствуют угрозу себе и, соответственно, начинают играться в Берию. Почему они чувствуют себе угрозу? Потому что последние полтора года Путин опирался откровенно на них. Война на Украине. Он и риторику силовиков использовал, и людей поддерживал. Сейчас наступило время сливать Донбасс. Денег нет, кормить эту территорию нечем, надо ее запихнуть назад за шиворот Порошенко. В глазах силовиков это трусость, слабость, предательство, лузерство. Поэтому Путин волей или неволей должен вернуться к прежней стратегии, которая называется «сдержки и противовесы». Отсюда мы наблюдаем более широкую улыбку Дмитрия Анатольевича Медведева. Отсюда мы наблюдаем отставку господина Якунина, который был в некотором смысле флагом вот этих хадлайнеров, вот ястребов наших силовых. И отсюда мы видим некоторую озабоченность силового крыла, которая хочет показать, растопырить перышки, показать свою крутизму, в том числе показать Путину. В частности, это же желание может быть связано с тем, что Чечня не прогнулась. Чечня не позволяет ФСБ и Следственному комитету провести следственные операции на своей территории по делу Немцова. Это для людей, которые там на этом уровне находятся, это чудовищное оскорбление и унижение, и надо показать, что ты на самом деле крутой. Значит, вот на Гайзере они показывают, что они крутые. Это одна составляющая дела. Поэтому они такую риторику пафосную запустили, что вскрыли не просто обычную воровскую ситуацию, а какую-то разветвлённую, чуть только что не английский шпион. А так, в общем, всё очень знакомо и понятно. А вторая составляющая, и тоже пацанская, заключается в том, что Лукойл выиграл у Роснефти лицензию на разработку восточного Таймыра. Довольно сладкий кусок. Опять же, по пацанским понятиям надо прислать ответку. Гайзер — это Коми, а Коми — это территория Лукойла. И, конечно, это связано всё. И не без помощи Лукойла Гайзера назначили губернатором. Значит, получается, что доступ к папочке есть не только у Владимира Путина, но и ближайших силовиков. Конечно. Есть ещё и у Игоря Ивановича. У других? На этом стоит и стояла держава российская. Есть разные группировки, которые конкурируют и так далее. Ну так вот, значит, с точки зрения Роснефти, Лукойл нанёс удар в восточном Таймыре, а ответку получил в Коми через Гайзера. Ну, поскольку у Сечина лучшее отношение с силовиками, тут одно на другое наложилось. Ну, в этой проблеме я вижу вот две составляющих. А для меня, как политолога, самое интересное, что есть такой рейтинг эффективности губернатора, который составляет господин Костин, это такой кремлёвский политолог. И там, по данным на июнь 2015 года, Гайзер делил четвёртое и пятое места в этом самом рейтинге с господином Якушом, который губернатор Тюменской области. То есть, если вот Гайзер воровал в таких масштабах и при этом был четвёртым-пятым по эффективности, возникает интересный вопрос. А сколько же воруют те, кто занимает сороковое место? Или, наоборот, первое, в зависимости от того, как посмотреть. Ну, в общем, цена этим самым рейтингом, грош, понятное дело, а всё зависит от того, как наверху фишка легла. Понятно, что Гайзер абсолютно не белый и не пушистый. И понятно, что ему есть что предъявить. Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Но оформление, вот оформление — это новое. Это, ей-богу, Бастрыкин пытается примерить на себя картуз Лаврентия Павловича Берии. Ну вот поменять что-то в губернаторском корпусе пока не получилось. В Иркутске мы только наблюдаем. — Выборы? Вы сами говорили. — Нет, только выборы. Или ты доверяешь обществу, и оно выбирает себе губернаторов. Иногда, кстати говоря, довольно крутых персонажей оно выбирает, которых я бы, например, не хотел вебить губернатором. Но уж на то оно общество. Через четыре года это может переизбрать, если всё нормально. Или ты реализуешь мечту Михаила Сергеевича Горбачёва, который говорил, что губернатор, ну не губернатор, секретаря обкома, должен назначать Политбюро или ЦК партии. Но внизу они должны пройти через ситы выборов, чтобы совсем уж там уродов каких-то отсеивали. На самом деле Путин построил сейчас то, что Горбачёв пытался построить в 1985 году. Вы будете смеяться, но мы завершили вот этот самый цикл. То есть он назначает губернаторов, но пропускает их через выборное сито с тем, чтобы они там сумели наладить отношения с местными элитами, не поссорились с прессой, не поссорились с местным бизнесом. Заставляет их как-то вот повариться в этом бульоне. Но по сравнению с советским временами это большой прогресс, по сравнению с демократичной Европой это большой регресс, но мы где-то посерединке. Люди, которые остались недовольны ходом выборов, собрались на миссинге в Марине, пришло около 7 тысяч человек по подсчётам белого счётчика, 4 тысяч по подсчётам ГУВД, а при заявленных 40 тысячах. Вы считаете, это провал? Нет, честно говоря, я не думал, что придёт 40 тысяч, просто потому что... Да и я-то шёл скорее по обязанности, потому что понятно, что от этого ничего не изменится. И когда я читаю на эхе, скажем, Гарри Каспарова, я его логику понимаю, но не разделяю. Так же, как и Карина Орлов. Карина Орлов, да, которая... Потому что она говорит, что ей нечего собираться, а надо просто писать умные, хорошие. Но ведь она справедливо говорит о том, что... Справедливо-справедливо, все справедливо говорят. Но Навальный пишет хорошие тексты, и при этом он ещё делает митинги, хорошие, плохие. А Карина пишет только хорошие тексты. Вот и всё. Я думаю, что мы живём в той среде, когда у нас не так много инструментов, даже не знаю, отчасти воздействия на власть. Всё-таки это работает. Хотя демократическая общественность негодует и не согласна. Я могу реально показать, что, скажем, один выплеск 2011 года привёл к реальному улучшению подсчёта голосов в Москве. В Москве. И только в Москве. Короткий вопрос успею задать. Полторы минуты. По поводу, кстати, поста Карина Орловой. Вы считаете, что 2% полученные Парнасом в Костромской области стоит дело против Пивоварова, которое было возбуждено в ходе подготовки и компания в ходе проведения? Ну, понимаете как, это не моё дело так считать. Это надо считать или Пивоварову, или Навальному, потому что политика — это дело рисковое. 2% не в том дело, что 2% они получили, а получили бы они... Понятно было, что им 5, даже если бы они набрали 5, не дали бы получить. Я думаю, что 2-3, более или менее реальный результат такой и был в данном случае. А то, что посадили парня, а как ещё? Не сажать. Не высовываться. Не сажать. Никто. Я его посадил. Вы мне так говорите. Если система так устроена, что если ты высунулся, она тебе голову отрезает или впихивает назад. Вопрос такой — не высовываться, уезжать за границу и оттуда глаголом сжечь сердца людей или работать. Вот в этом смысле. Я думаю, что и Яшины, и Навальные молодые, амбициозные, в долгую играющие. Дай Бог удачи. Мне в 60 с лишним лет уже бы, наверное, не стоило. А им надо. Я считаю, что они действуют правильно. Проигрывают, получают по морде, в тюрьму попадают. А стоило Олега Навального сажать в тюрьму на 5 лет за то, чтобы его брат занимался политикой. Повторяю ваш вопрос. Вопрос цены — это очень... Так же, как вопрос очевидности. Ответа не имеет. Вопрос риторический. Дмитрий Орешкин, политолог в эфире «Ха Москвы». Особое мнение на этом завершается. Спасибо. Я, Алексей Соловин, прощаюсь с вами. Всего доброго. Эхо.